Ребятушки, мы сейчас на Каташах. Я давно хотел побывать, и вот Максим говорит, едем сейчас на объект смотреть, и говорит, давай заедем, тебе сюрприз покажу. И я смотрю, это Каташе. Кто не знает, особенно для Брещан, Брестский район, Брестская область, я много про них наслышу, но вы должны это увидеть. Просто без слов. Это все Брестская область, Кобринский район, недалеко от Кобрина, знаменитая Каташе. Ребята, первый раз. Мне тоже интересно, мы сейчас выйдем, вместе пройдемся по этому песочку, вместе потрогаем эту водичку, насколько она теплая. Мне много рассказывали про этот песок. О, кафешка есть. Давай. Все, Макс, тормозите. Так, это, конечно, не Египет, а песок, просто чистейший. Прям вообще песочек. Ногами ходить по нему, и, кстати, уже теплая, конец мая. Так, Макс, ну что, рассказывай, как здесь? Смотри, смотри, тот берег, та зона, она у нас рассчитана, получается, как каждый раз, когда приезжаешь, больше на туристический отдых. Палатки, кемпинги. Вот пляжная зона здесь детям просто... Кстати, вот когда идешь здесь, сразу есть какие-то обрывы или мелко-мелко-мелко? Нет, 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 начинается, получается, что первая часть там по колено, дальше чуть-чуть уже углубление, но уже, соответственно, чем дальше тема. С семьей, мы сюда приезжаем с семьей на два-три дня. Там ставим палатушки, дети здесь. Шашлыки, гитара. Шашлыки, гитара, компания какие-нибудь. Костерное, звездное небо. Ночной берег. Правда, каждое утро все равно найдется какая-нибудь зараза. В часа четыре, когда-то из ночи будет ходить по берегу и отвечать там Вася, Петя. У кого нет денег, как у меня, да, не надо никакое море, Египет, Турция, смотрите, хороший, чистый, реально хороший, чистый песок. Я так понимаю, может здесь карьер какой-то, это вообще... Это карьер какой-то. На лодках катаются наверняка, на катамаранах. На том берегу видно, видишь? Далеко-далеко, видно, на лодочках стоит. Платить за это не надо. Пока что. Пока что, да. Александр Григорьевич не добрался. Он просто не знает, он бы здесь тоже резиденцию построил. Где-нибудь с краю. Вообще озеро закрыл бы. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Так, ну вот, смотрите, песок какой. Берег твердый. Да. Птицы поют, лес. Вдали, кстати, от различных больших трасс. Так, ну что, Макс, поехали. Ведущая Луково. А, да, кстати, будем на Луково там работать. Тоже большое озеро, тоже покажем. Так что, следите за каналом. Хочу вас познакомить с новым инновационным продуктом, который представила немецкая компания Копорол на рынке СНГ. Это впервые, она использована. И для меня большая честь. Компания Копорол пригласила именно меня поработать с этой краской. В данном проекте это реставрация музея Берестия, Брестской крепости. Вот, и по цвету мы подбираем. Подойди поближе, чтобы показать. Вот состаренную медь, это согласно проектной документации. И я вам сегодня коротко расскажу, что это за краска и в чем ее особенность. Значит, краска на водной основе на стирол-акрилах. Красится она форсунки, значит, от 18-ти тысячных до 23-х тысячных. Простыми словами, фасадными соплами. Толщина сухого остатка должна быть порядка 300 микрон. Значит, в чем именно особенность этой краски? Растяжение у нее на 200% может быть. Это очень хорошо для крыш, когда линейное расширение, когда какие-то идут подвижки, на фасадах тоже может использоваться. И самый большой плюс, при этом она дышащая. И при этом она на водной основе. 200% растяжения. Пробовали, наносили, вернее, пытались сбить ее с... пескоструйного аппарата. Получается, что она не то, что она... Она не отлетает. Как она получается? С ней... А? Она просто крошится. Просто крошится, но она при этом остается на месте. Я думаю, что эта краска действительно сможет защитить поверхности крыши. Почему? Потому что вот за счет вот этой толстой пленки, за счет вот этого растяжения, не будет, так сказать, проникновения... Ну, я вполне могу, конечно, ошибаться, от атмосферных воздействий, от ультрафиолета. Вот краска Disboflex 480 Metal Schultz. Сегодня я работаю на Брестском Арбате. И хочу вам показать то сейчас, как это есть. И потом, как это все будет, вы увидите фотографии. Крашу вот такой краской. Новосил от Тикурилы. Объект выглядит таким образом. Армировали, кстати, все углы потрещали и попросили восстановить. Армировали с помощью суперсильного клея. Момент монтаж 70 кг на метр квадратный. После чего вот такую польскую серпянку широкую использовали. Вот она. И после чего все это на клей. Шпаклевка цементная, зачистка. Сейчас будем грунтовать. И работаем вот под звуки, музыки. Вот, узнаете, ребята? Так что, все, смотрите, как оно сейчас. И потом фотографии дальше будут. Увидите. Короче, встретились с Геном. Гена рассказывает истории жизни. Познакомьтесь, кто не знает. Это один из лучших декораторов в Беларуси. Гена, что там вы? После славянных приветствий тяжело говорить им, как представят. Все звания, титулы любят перечислять. Все регалии, так сказать. Ну, ничего, так рассказываю. Ничего такого особенного. Говорю, что с декоративкой сложновато с людьми. Одновременно, у Слави хотел сейчас рассказать. Одновременно на двух объектах похожие материалы делали им. У одних вопрос, рисунок слишком маловыразительный, а у других, наоборот, слишком выразительный. Практически один и тот же материал. Вот, попробуй поймите, чего люди хотят. В этом наша сложность, но и в этом наш успех. Ну, декораторы вообще на острие входят, поэтому... Постоянно, постоянно. Все очень тяжело. Это надо окунуться, знаешь, эту творческую натуру. Ты уже сколько, это восьмой год уже пошел, как чисто декором занимаешься. Нет, больше, уже больше 10-11 лет. Ну, ясно. Пора заканчивать карьеру. Нет, ничего. Это только начинаем. Как бы, по заметку плиточника, может, остановился. Зафуговали фугой атласы, антрацит цвет. Вот, и, получается, на следующий день пошли такие высылы. То есть, белый цвет. Вот, какое может быть решение? Купили вот такой лак по камню, контур, гранит. То есть, приотдаем такой блеск, как бы, вот. Сейчас попробуем. Если получится, как бы, то можно таким путем, как бы, можно бороться. Но, первая причина, что на такие высылы, скорее всего, может быть плохая вода здесь. Мотоснабжение... А на 100 швов полезло, получается, да, эти высылы? Как они как-то выглядят? Белые? Ну, вот, видно, ты наглядывал. Вот, где-то шовчик, видишь, белый. Где-то он темнее идет, здесь потемнее идет. То есть, скажем, такими пятыми идет. Поэтому, будем пробовать, если получится, как бы. Я думаю, что и ребята, и коллеги говорят, это проблема у всех почти случается, вот именно с темными фугами. То есть, темная фуга, если где-то плохая вода в квартире или в домах, то есть, это сразу, как у нас хакит такие проблемы. Хочу с вами поделиться такими моментами, такими-то маленькими наработками, которые многие, к сожалению, наши коллеги не знают. Так вот, неоднократно встречался с такой ситуацией, когда на монолитных потолках, как бы не трещат, отщелкиваются. И очень часто, очень часто, особенно у нас в городе, у нас компания строит такие потолки. И у меня с самого дома, и у моего коллеги, товарища тоже так потрещало, отщелкивается. Отщелкивается оно от того, что не пройдено бетон-контактом. Вот, Женя, привет. Ну, слышу, это снимает, да, потрясает. Поэтому очень важно проходить хотя бы чуть-чуть, хотя бы немного. Бетон-контакт – это такая субстракция на основе кварцевого песка. Потому что они сами по себе очень гладкие и практически чуть ли не зеркальные. Но вы можете себе представить, что вы зашпаклюете зеркало. Оно просто со временем отщелкнется или просто отвалится. Поэтому вот такую насечку, так называемую, абгезионный слой необходимо сделать. Вот такой вот маленький совет. Как это наносится? Ну, кто-то может, не знаю. Все это не там. Очень удобно, кстати, ребята, работать с сходой. Ребята, всем привет. Сегодня 27 мая. Я нахожусь в Вижном. Давно не был. Вот окунулся в источники. Просто оборудована очень классно. Сейчас вам покажу. Смотрите. Вот здесь дверь. Вот источник такой. Вода чистейшая. Вода не скажу, что прям холодная, но холодная. Поэтому очень тяжело было. Силы духа просто не хватало. Просто жена говорит, надо. Она сама первая окунулась. Надо. Давай, крепись. Ох, хорошо взбодрился. Спасибо жене. Слава Господу Богу. Кстати, в Вижном, кто не был, это Пружанский район. Вот такой вот источник. Течет. Сейчас он полностью оборудован. Все красиво. Все очень хорошо. Связо. Окунулись. И с мая месяца там большой корпус строится. Ну, место просто очень классное. Тихо, спокойно. Благодать такая. Я, кстати, первый раз в жизни окунался именно на этом источнике. Он вообще не был никак. Не облагорожен. Даже этого скитания было. Ощущение просто непередаваемо. Кто не знает, ну, просто попробуйте. Это классно. Ребята, приветствую. Я здесь шел к подъезду. И вот заметил Игорь Масловский, мой сосед. Вот он в соседнем подъезде живет. Проявил инициативу, насколько человек, так сказать, сажает дерево. И вот здесь буквально проходил мимо. Игорь, что вы сейчас будете делать? Каждый год в городе Бресте высаживаются сотни или даже тысячи, как в этом году, саженцев. Мы наблюдаем печальную каротину, что большинство из них засыхает. В отдельных местах это 90% саженцев засыхает. Это признает сама власть. И мы сегодня от имени организации за свой город запускаем челленджер, или, проще говоря, эстафету, которая называется «Полей дерева». Вот я беру воду, набрал дома. Температура воды должна быть комнатной, не горячей, не холодной, конечно. Вот мой дом, вот дерево. Все очень просто. Выйти и полить. Я эту эстафету передаю Валентину Лазаренкову, Анне Канюс и Артему Иванову. Присоединяйтесь. Ставьте хэштег «Полей дерево», хэштег «За свой город». Спасибо большое. Игорь, еще можно пару вопросов. По поводу вообще вот этих деревьев, которые, знаете, кто-то садит, кто-то не садит, кто за это вообще ответственный в городе, и что власти для этого предпринимают, чтобы в городе росли деревья. Может ли обычный человек, гражданин, вот такой, как я, как вы, посадить дерево, надо ли какое-то разрешение для этого? Какие методы применяет власть, чтобы, так сказать, поливать ли они вообще эти деревья, садить ли они вообще? Ну, какие-то пару моментов. Ну, я, значит, отмечу положительную тенденцию, когда именно в этом году в рамках подготовки к тысячелетию действительно на государственном уровне высаживались деревья. Потому что вся эта самодеятельность, которая вот показывает, высаживает такие маленькие вот деревья, такие прутики, они там 99% засыхают. В этом году это сделано все-таки централизованно на многих улицах, переулках. И я скажу, что эффект есть. Но все равно, даже сейчас посмотреть, очень много из них усыхает. Нету полива. Самое главное – это полив. Да, любой житель может посадить дерево. Конечно, нужно все-таки... Нужно ли согласование? Да, это нужно согласовать все-таки этот процесс. Согласовать там с местной администрацией, либо с ЖЭСом, либо приобрести официального зеленохоза эти деревья, потому что если вы в лесу выкопаете дерево, а вас поймают, вас, соответственно, накажут. Ну, так делать нельзя по закону, хотя я не вижу в лесу деревьев и море, они все равно там одни вырастают, вторые высыхают, маленькие можно было бы выкапывать и сажать в Рельсе. Но такова процедура, такой закон, поэтому я всем советую придерживаться и согласовывать с администрацией, либо с самой простой – с ЖЭСом. Вот здесь вот, с той стороны дома, в этом году там хорошо. Группа из нашего дома обратилась в ЖЭС, и они приложили кустарники, высадили кустарники. Это, ну, считаем, очень положительное влияние. Поэтому сажайте деревья, особенно поливайте деревья, потому что мало посадить, сколько труда вложено, но потом эта жизнь погибает. Поливайте, если каждый брещанин найдет в себе возможность, одно ведро воды в неделю, все наши саженцы будут сохранены в городе Брест. Ваше мнение по аккумуляторному заводу, почему вы вообще пришли на эту варту? В чем ваша заинтересовалась? Могли бы дома сидеть с детьми, например, с семьями, телевизор смотреть, там, не знаю, сериалы, там, новости, там, в игры играть, своими делами заниматься? Почему вы пришли? Ну, тоже какое-то понятие уже есть, что, как бы, это не нормальное производство. А в дальнейшем как-то надо подумать, что вообще, ну, пусть те, которые даже молчат, ладно, ну, я вот поехал, да. Ну, у тебя семья, дети, все ли? Конечно, я сам в Дубровке. Казалось бы, ты в самом давнем районе, который вообще, как бы, ну... Ну, я, как бы, неравнодушен, то есть, не могу стоять вставку. А как жена на это смотрит, что ты вот в свободное время, два часа времени, вот, как бы, как бы... Ну, честно сказать, так. Ну, поехал, поехал. А ты что можешь сказать? Я вообще живу очень далеко отсюда. Я живу в той стране, в Медно, 30 километров. А, ты-то вообще там... Да, ну, я здесь работаю на Санте, в Бресте. Ну, влился я, как бы... Меня подруга пригласила в эту группу. Просто спросила, говорит, можешь помочь вот ребятам? Как бы, я говорю, с удовольствием. Потому что узнал уже вот так вот о заводе, о том, что здесь вот такие проблемы. Это где-то вот в этом году, в начале года. То есть, до этого я как-то так слышал мельком, но вот как-то не предавал. А тут почитал, послушал людей. Стало как-то так не по себе. То есть, ну, вот, такая проблема. И, как бы, люди умные же говорят. То есть, я там из деревни, как бы, может, что-то не понимаю. А все раскладывают по полочкам. Ну, а здесь какие-то недоговорки. То есть, что-то скрывают. Да, все не дают деревню. Ломоносов пришел из деревни. Нет, я так образно сказал. Не то, что там... Нет, так обратите внимание. Человек, который даже не брещанин, который возле Бреста, все равно проявил такую инициативу. Про что и речь, что многие близлежащие, у которых вообще должно гореть все внутри. Нет, а вот люди издалека приезжают и... А мне кажется, вот, что с каждой неделей все больше и больше людей, как бы, об этом узнают. И вот ряды... Остает бояться. Потому что уже, что можно было пройти, самое сложное прошло. И тем более, сейчас даже милиция, она более лояльно стала относиться. Уже и им что-то начало доходить. Очень культурно, вот сюда приезжали на вызовы все время, как бы, так, вот, без эксцессов. Все протоколы составляли, все записывали. То есть, ну... Потому что вот охранники там бегали, орали. Всех можно на них вызовить? Это... Стоки идут. Это круговорот воды в природе, там еще что-то такое. Ну, знаете, как... Они так не слушают ничего, они спокойно... Хладнокровно. Да, хладнокровно заполнили протокол там, подписи, видео взяли, все, как положено. И уехали. Ну, это все. Так что очень органы нас берегли. Вот сейчас на рассмотрение у правительственной комиссии будет этот завод рассматриваться. Как тебе кажется, сможет какие-то подвижки в сторону Брещан пойти или... Ну, это личное мнение, понятно. Я понял. Я, как бы, к этому 50 на 50. То есть у меня такого нету, что вот стопроцентно, что я уверен, что там разберутся и помогут там в этом вопросе. Все равно недоверие у меня есть. То есть к нашим властям есть недоверие. Похеяли. Такое недоверие. Да. Очень, очень сильно они нас как-то подставляют. Но они могут реабилитироваться этим самым? Конечно могут. Конечно могут. Если возьмут все это дело действительно на контроль, а не просто на словах это будет. А будут какие-то подвижки именно в деле, то я считаю, это может измениться. Все в их руках. Начнут помогать, значит. Молодцы. Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, девчата. Всем всего доброго, как говорится. Все будет хорошо. Надеюсь. Какие лучше всего деревья сажать? Во-первых, нельзя сажать какие-то аллергенные деревья, которые вызывают... А что это за деревья? Это, например, тополя. Тополя, как правило, это аллергенные деревья. Есть специфические еще виды, немножко ядовитые кустарники. Конечно, на мой взгляд, лучше всего сажать сосновые. Сосна круглый год выделяет, дает кислород, выделяет фитонциды, которые в том числе противодействуют нашим микробам и способствуют нашему здоровью. Ну, а так, пожалуйста, садите любые там клены, дубы, березку, в крайнем случае, самые простые. Спасибо большое, Игорь. Спасибо. Всего доброго. Сажайте и поливайте деревья.